Место для обсуждения уборочных работ было выбрано не случайно. Председатель правительства отметил самую высокую урожайность в регионе и поблагодарил за нелегкий труд кубанских аграриев. В этом году в России планируют собрать около 100 миллионов тонн урожая. И немалая роль в этом отводится Краснодарскому краю. В этом году очень неплохо обстоят дела. Уже собрали более чем на полмиллиона тонн зерна больше, чем в прошлом году. Это хороший результат. Краснодарские агрария отлично потрудились. Здесь, надеюсь, мы не остановимся. Конечно, это результат слаженной работы, которую сами аграрии ведут, ну и руководство тоже. Поэтому хочу сказать, что это заслуга губернаторов и действующего, и предыдущего, который министром сельского хозяйства работает. Вениамин Иванович, темпы поддерживайте и далее такие высокие, потому что аграрная политика для руководителей Краснодарского региона всегда была в приоритете по понятным причинам, потому что Кубань важнейший регион. Ну а для коллег-губернаторов, которые у нас присутствуют в этом зале, которые участвуют в видеоселекторе, это хороший образец для подражения. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, пообещал, что регион не снизит планку. Итогом жатвы должна стать цифрой не меньше, чем 14 миллионов тонн. Также в своем докладе исполняющий обязанности губернатора выступил с двумя инициативами об изменениях в законодательстве. Одна из которых – снизить процент пострадавших в сельхозугодии от стихии для выдачи страховых выплат. Сейчас аграрии получают компенсацию только в том случае, если повреждены не меньше четверти земель с посевами. Говорили на совещании также и о мерах господдержки АПК в следующем году. Медведев заверил, что объемы субсидий будут не меньше, чем в нынешнем. Добавлю, что в 2015-м на развитие растения водства было выделено 70 миллиардов рублей.